слава украине привет всем от полонского свете вот последних сбитий этих путинских кинжалов этих знаменитых расуфыренно распиаренных ракет давайте разберемся что они из себя представляют и как путина вообще сделали красиво собственные генералы собственные разработчики ракет как они его поставили на деньги хотя может не поставляли может он был вдоль и сейчас расскажу что именно я имею ввиду и не только я расскажет кот который кошка да так вот по поводу кинжалов прежде всего что это такое и с чем его едят есть такая ракета называется искандер обычная ракета на землю земля земля да и она она не хорошая неплохая на такая какая она есть сбиваема да она сбиваем а тем же патриотом она не сбивалась при помощи с-300 но патриотом и другими там продвинутыми системами она сбивается hbo так вот кинжал это тоже искандер только воздушного базирования запускаем из истребителя бомбардировщика в данном случае который который кстати у расистов не так-то и много их мало теперь по поводу заявленных его характеристик по характеристикам там заявлено чуть не 11 тысяч километров в час что является тупым пиаром им близко этого ничего нет если бы это было то за последние вот за последнюю неделю сбито 7 таких ракет то есть они их 7 штук запустили сначала одну штуку наши сбили даже не стали признаваться потому что даже не поверили свое счастье что называется помните игнат сказал не не ничего не сбивали потом такие неопровержимые улики сказал ну да сбили сбили а потом они еще 6 штук позавчера ночью запустили как результат получается все 6 сбили им даже пришлось распускать слюни распускать сказки о том что они патриот разбили этого ничего конечно не было ракета была сбита осколки падали да там возле патриота падали возможно но это были осколки и сами понимаете еще раз вот это вот чушь когда они начали молотить ахинею о том что они патриот разбили уничтожили систему во первых система патриот состоит из более чем 20 частей различных я хочу спросить а какую именно из них они разбили ничего не конечно не разбили ребята патриот жив здоров все с ним хорошо и все нормально вот а вот все шесть кинжалов жалуются сильно на здоровье их нет и не потому что они взорвались если бы они взорвались но представьте себе дура несущая на себе 500 килограмм взрывчатки взрывается где-то там в пределах жилых массивов в пределах города вы представляете себе уровень разрушений ну так и 500 килограмм снесет пол квартала да количество иностранных журналистов киеве себе представляете вот если бы этот патриот упал ой патриот говорю если взорвался кинжал не сбитый с боеголовкой да то разрушения были бы ну близки к катастрофическим да ну на уровне а то и посильнее может быть чем было в днепре сколько бы было журналистов на месте через две с половиной минуты после этого дела и я об этом журналисты ничего не видели киевляне тоже ничего не видели ничего не взрывалось ничего не ахал ну все довольно просто даже вот с этой точки зрения рассудить что чушь а значит значит вот они использовали 7 патриотов в общей сложности все 7 были сбиты упс упс большой упс вот теперь мы подходим к характеристикам этого патриота заявленным и фактически значит заявлено там 11 тысяч километров в час или еще больше и абсолютная несбиваемость и замечательная маневренность то есть все чего в природе вот на самом деле нет от слова вообще этого просто не существует скорость его сравнимо со скоростью того же самого искандера может чуть выше за счет того что он запускается все-таки самолета и изначально у него уже есть скорость ему не надо разгоняться его запускают большой высоты он себе летит вниз потом он начинается проблемка почему потому что его замедляет воздух и он даже замедляется то есть он не разгоняется и я не знаю может у него куда у него скорость сверх звуковая то есть там свыше тысячи четырехсот километров в час но она и близко не 11 махов это даже смешно рассуждать об этом такие ракеты как этот кинжал увядший патриот щелкает но вот так несмотря на то что путин там кричал что мы их там перещёлкаем эти патриоты ну и шо вы там перещёлкали только бла-бла-бла на российских телепомойках которые рассказывают чушь собачью и распускают слухи и дипфейки не смешите людей короче говоря вот такая вот ситуация с этими на сегодняшний день вещами они запустили 7 этих кинжалов систем оказались сбиты а теперь очень интересный момент путин путин очень сильно пиарил и вся вся путинская братья очень сильно пиарили эти замечательные ракеты которые кстати стоят каждое по моему 10 миллионов долларов и каждая из которых оказалось собственно ничем не лучше и ничем не хуже всех остальных ракет которые гораздо дешевле и вот самое интересное оказывается вот этот вот кинжал знаменитый это просто-напросто распил очередной распил денег когда выдаются какие-то небылицы какие-то сумасшедшие абсолютно характеристики которых нет даже в помине нету их и в помине но распил денег происходит именно на уровне вот этих вот сумасшедших характеристик деньги распилили деньги удачно разъехались по подмосковным дачам и дворцам и так далее и так далее а кинжал таков как он есть то есть да опасная ракета опасная да до того как у нас появились патриот и возможно его и не только патриот сбивает возможно его и итальянская вот эта система новая сбивает как там смпт как-то так называется еще кое-что его сбивает да вполне возможно это все избивает но заявленных характеристик там нету на пушечный выстрел и она сбивается обычными системами вот собственно и все и вот этот путинский миф о том что это аналогов нет аналогов нет да 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 вот именно так это звучит и у него такая маневренность что его невозможно сбить какая маневренность вообще ничего нет он с трудом попадает по прямой в ту цель в которую его направили это не всегда это сбивается то есть это еще одна будем говорить распиаренная ракета но она по своим характеристикам близка к тому же искандеру который сбивается вот собственно говоря и все другое дело еще раз говорю сколько на них распилили денег но это их проблема наша задача следующая и сбивать ну так они их избили вот 7 штук послали 7 штук сбили вот собственно и все слава украине